Ирина Николаевна, Вы часто говорите о том, что мы испытываем чувство вины по отношению к родителям. Скажите, пожалуйста, как правильно относиться к пожилым родителям, у которых слабое здоровье, пристрастие к саморазрушению, алкогольная зависимость, компьютерные игры? У меня сердце разрывается порой, когда вижу их состояние. Хотя внутри себя уже сил нет эмоционировать и думать об этом. Самой бы нормальную жизнь построить. И Вы сказали, что к смерти родителей тоже нужно относиться спокойно, так? Сейчас не общаюсь с ними и боюсь, что кто-то из них умрет. Мне почему-то кажется, что это я в чем-то виновата, если они умрут несчастливыми. Надо было быстрее на ноги вставать, чтобы они видели, что дочь самодостаточна и успешна. У нас в семье дурной тон – к маме приходить без подарка или не заботиться о ее здоровье. Упрекнуть родителей в чем-то вообще страшный грех. И вновь здравствуйте, мои дорогие, уважаемые слушатели, последователи и люди, которые вообще, в принципе, хотя бы чем-то кроме себя или своих страданий в этой жизни интересуются. Давайте начнем с конечного, да, вот отрывка данного вопроса. Да, родители – это достаточно серьезная и значимая часть нашей жизни с вами. Вот если чуть-чуть с другой стороны посмотреть. Чем больше ребенок на сегодняшний день, в каком бы возрасте он ни был, пытается доказать что-то родителям, тем в меньшей степени родителей этих самых это интересует. Это ответ на то, что вам бы хотелось, чтобы они были счастливы. Ваше счастье и недостаток того, что вы недополучили внимания, заботы, любви, объяснений, знаний каких-то, вообще просто хорошего отношения. Для вас это счастье, для них счастье, для ваших родителей – это что-то другое. Вот почему нас мало интересуют люди, для нас незначимые, такие же и с алкогольной зависимостью, с такой же игроманией, или там еще какие-то отклонения такие есть, да? Мы их тогда осуждаем. Вот если подняться над всем над этим и увидеть, что каждый человек, каждый из нас, и вы, и я, и все остальные, живут в каком-то своем таком представленном мире, и когда мы не справляемся с чем-то, мы всегда пытаемся это компенсировать. Но те, которые для нас не важны, мы к ним относимся предвзято, пытаясь объяснить, что надо было, то да сё. Когда это касается наших близких, мы всегда или это скрываем, потому что не очень удобно перед своими знакомыми и друзьями. Или испытываем патологическое чувство вины, потому что родители принуждают теми догмами, теми хорошим тоном, плохим тоном, заведенными правилами или какими-то традиционными вещами, как по отношению к ним должны поступать их дети, потому что эти дети у таких родителей рассматриваются как собственность. Вот вам и не очень комфортно, потому что вы в принципе понимаете, что хотите жить собственной жизнью. И ваши убеждения, и ваши перспективы, и ваши какие-то личные желания, личные потребности, они только ваши, и только вы их можете реализовать. Но вот это навязанное устой, традиционный, какой-то немножко искорёженный, такой не очень человечный, а вечно, я бы сказала даже, уклад вашей семьи и вступает в противоречие с вашими ожиданиями, чаяниями, потребностями, желаниями. И то, как жили ваши родители, вы появились на свет, когда у них это уже всё было. И дети, вот услышите меня, пожалуйста, крайне редко могут всё знать, собственно говоря, о своих родителях. Мы можем только по косвенным признакам или по тому, что видим уже как конечный продукт какой-то деятельности, проанализировать, что, собственно говоря, из себя представляет человек. Не мама и папа, а именно человек в статусе по отношению к вам. Как только вы начнёте так рассматривать, во-первых, вам не будет очень болезненно. Во-вторых, убедительная просьба, не берите на себя больше, нежели чем можете. Смерть человеческая — это его собственных рук дело. И никто на это повлиять не может. Когда человек по каким-то только ему ведомым причинам не хочет жить, он будет всё делать, чтобы эта жизнь сокращалась. И как бы его не умоляли, как бы ему не объясняли, как бы не пытались ему преподнести, что жизнь классная, достойная, потрясающая, всё можно исправить, ему это неинтересно. Каждый из нас выстраивает свою систему ценностей на основании того мировоззрения, которое он носит в себе. Мы крайне редко на самом деле выходим в этот мир, чтобы с кем-то пообщаться честно и искренне. Родители — это данность, которую нужно принимать, но не так, чтобы это было разрушительно для вас самих. Если родители не хотят принять ваши какие-то доводы, ваши стремления, если они это, не дай бог, обесценивают, или они делают всё возможное, чтобы показать вашу ущербность, вы просто перестаньте приносить им вот эти пресловутые эмоциональные дары. Потому что чем больше вы будете это носить, чем больше вы будете пытаться им что-то рассказать, пытаться о чём-то посоветоваться, пытаться как-то показать, чтобы получить одобрение или какое-то эмоциональное такое восхищение, тем меньше вы это будете получать. Не потому что они хорошие или плохие, а потому что зависть, к сожалению, не имеет родственных чувств. Потому что это человек, который завидует, злится, ревнует, обладает такой защитной функцией, как гордыня наша пресловутая. Ему всё равно, дочь это или сын. Главное, что у кого-то лучше, нежели чем у него. Значит, а есть ли это ребёнок? А есть ли это? Мы сделаем всё, чтобы этот ребёнок понял, каких трудов стоило его взрастить, как я работала тяжело. Это всё слова. Знаете, ещё так говорят, времена разные бывают. Нет, времена одинаковые. Люди не хотят становиться людьми, личностями, нести ответственность. А вы, чем больше будете страдать, чем больше будете переживать, тем в большей степени будете подпитывать вот тот образ жизни, который вы наблюдаете у своих родителей. Он не плохой, не хороший. Это просто их выбор. Предложение масса. Можно найти всё, что угодно. Сейчас мир так устроен, что даже самую жуткую несуразицу можно найти. И человек ищет. Почему мы видим, как последствия, то или иное положение дел каждого из нас. И вы должны это принять, что человек это выбрал. Он ни у кого не спрашивает. Насколько вы с этим согласны, насколько вы с этим не согласны, его меньше всего интересует. Так вот, как только вы понимаете, что да, это родители, да, они вам подарили жизнь, да, они как смогли вас взрастили, воспитали, и вы сами назначаете для себя ту благодарность, которую готовы им отдавать. Но вашу жизнь никто не отменял. Значит, тогда нужно спокойно, уравновешенно, внутренне, гармонично всё это принять. Да, это данность. И на самом деле ваши родители показывают, что если вот таким способом выстраивать свою жизнь, как они выстраивали, то будут вот такие последствия, это 20 лет спустя. Потому что если мы не делаем никаких выводов и не меняемся, значит, мы переповторяем привычную жизнь в семье или наших родителей. Так что на самом деле будьте благодарны своим родителям однозначно. Всё, что вы посчитаете возможным, как помощь им предоставить, предоставьте. Не услышите в ответ благодарность. А зачем она вам? Это же вы решили. Это вы решили отблагодарить за то, что вы живёте. Это у вас огромное количество возможностей. Это вы решили стать другим или другой, той, которой действительно хотите вы, а не кто-то за вас. И тогда всё это будет в меньшей степени для вас травматично. Но эту данность, чтобы не делать так, вы запомните навсегда. И это будет срабатывать как предохранитель. На самом деле это классная история. Ваши родители, да и родители вообще многих, на протяжении жизни показывают своим детям, как делать не надо. Но дети почему-то без конца переживают, что они в этом виноваты. Да нет, вы не виноваты. Это было гораздо раньше до вас. Точно так же, как вы сейчас в своём возрасте мечетесь и без конца пытаетесь придумать, надумать или у кого-то скопировать, или как-то что-то где-то соединить, собственную жизнь. Так перед тем, чтобы за кого-то переживать, вы за себя-то попереживайте. Ваша-то жизнь, она в ваших руках. И самое главное, самое классное, что особо никто не напрягает. И вас отпустили в свободное плавание. И только от вас зависит, как вы там поплывёте, какая у вас будет лодка или корабль, какая у вас будет команда, или вы будете одинокий пастух, который на вёслах куда-то пытается доплыть или не доплыть, или вообще зависит там где-то посередине. А родители, они отживут свой век, как и мы будем отживать свой век. И наши дети будут за нами наблюдать и делать выводы. Так и вы становитесь лучше, меняйтесь, делайте выводы, пишите собственный сценарий своей жизни. А родители, они же воспринимают очень категорично, что дети, вот это если бы не я, или потому что. Какая-то такая достаточно серьёзная, обоснованная база. Это с нами тут кто-то что-то сделал, это нас тут обобрали, обокрали. Это очень просто. Перевалить вину на кого-то. А дети в силу зависимости, в силу собственности, как считают многие родители, являются просто таким, знаете, пренебрежительным собеседником, которого никто никогда всерьёз не принимает. Большинство родителей, не все, конечно, не все. Ну, большинство. И можно ему высказать всё, что в голову пришло, знаете, так вот в зависимости от настроения или в зависимости от того, какой сериал посмотрел. А вот что он понимает? Да ничего он не понимает. Вот это и называется личная безопасность. И когда вам плохо, когда вы испытываете дискомфорт, ну, 10 раз подумайте, какое количество времени и каким способом вы будете уделять своим родителям для того, чтобы в первую очередь не травмировать себя. И тогда по чуть-чуть, по чуть-чуть, смотря со стороны на эту такую интересную ситуацию, в меньшей степени будете эмоционировать. И жизнь потихонечку начнёт наложиваться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok